Информационные технологии, потому что платят нормально, но там сложновато учиться, но думаю справлюсь. Подавать документы для поступления в первый день Илья пришел осознанно. Выбор в пользу сферы информационных технологий он сделал для себя давно. Конечно, высокие проходные баллы немножко пугают, однако надежда получить заветное бюджетное место все же есть. В важный и ответственный день Илью, как и многих других ребят, пришли поддержать родители. Вместе с Максимом Лущум сегодня его надежная пора мама Галина Николаевна. Он у меня мальчик, конечно, очень умный по математике, у него он набрал 96 баллов, мы очень рады этому обстоятельству. Думаем, что попадем сюда учиться. Хотелось бы. Много отзывов хороших в интернете прочитали, а друзей услышали много хорошего. Что же касается набора, то в этом году в технический университет он довольно большой. На выбор абитуриентов практически три десятка профилей. Есть среди специальностей и новинки – экономика электронного бизнеса, электронный маркетинг и архитектурный дизайн. В настоящее время технический университет предлагает получить высшее образование первой ступени по 28 специальностям. В заочной форме полной, сокращенной заочной, естественно, дневной форме обучения. Также есть вечернее обучение. Особенности приемной кампании – возможность абитуриенту как раз-таки подать документы сразу на несколько специальностей, то есть участвовать в так называемом конкурсе по факультету или по группе специальностей. Такая возможность у абитуриента есть. Он сразу же может написать несколько специальностей, не волноваться и ждать в итоге зачисления. Если не поступит на первую специальность, написанную в верхней части, он будет рассматриваться на следующую, на следующую в порядке приоритета. Что же касается Пушкинского университета, то здесь сегодня настоящий ажиотаж. Абитуриентов довольно много. В своем большинстве молодые люди мотивированные. Они знают, какую профессию хотят получить. Я пришла подавать документы сюда, поступая на факультет иностранных языков. Я очень люблю иностранные языки. В детстве занимаюсь и хочу более углубленно ими заниматься здесь. Я пошла в университет Пушкина, потому что у меня папа историк сам. И мне очень нравится сама профессия учителя и история, потому что история – это наше прошлое, и именно на нашем прошлом мы будем строить наше будущее. А насчет конкурса я была очень удивлена, потому что очень много людей, очень большой конкурс и очень хочется поступить. Перечень предложений для абитуриентов университета довольно велик. Кроме общего конкурса, особое внимание в ВУЗе уделяется молодым людям, выбравшим специальности педагогической направленности. Для отдельных категорий здесь есть свои льготы. Категория абитуриентов, которые имеют право на зачисление безступительных, это выпускники профильных педклассов. Однако, можно учитывать, что в данной категории, чтобы воспользоваться льготой, нужно подать документы обязательно до 14 июля, чтобы еще пройти собеседование. Также, как и в прошлом году, действует льгота для медалистов, которые поступают на педагогические специальности. В нашем университете тоже большой печень таких специальностей. Последний день подачи документов на бюджетную и платную форму получения образования – 17 июля. Всего ВУЗа страны в этом году намерены принять почти 55 тысяч первокурсников.